Вопрос следующий. Если невольное предубеждение существует, то как привилегия белых не существует? Я повторяю, чтобы узнать, правильно ли я понял. Вопрос в том, что исходя из того, что невольное предубеждение существует, как привилегия белых может не существовать? Хорошо. Во-первых, привилегия белых. Когда я говорю о привилегии белых, я говорю конкретно о поведении. Не существует исследования, я проверял. В связи между тем, что называется невольное предубеждение, это их любимая фраза теперь, невольное предубеждение, подсознательный предрассудок, предвзятое поведение, это все еще нужно доказать хотя бы на каком-то уровне, чтобы это хотя бы удаленно можно было использовать в суде, почему он, кстати, не используется. Это также является правдой, что нет доказанного способа, как можно уменьшить это невольное предубеждение, что означает, что мы охотимся на привидения. Так что я бы сказал, что если существование невольного предубеждения докажет, то я признаю возможную реальность невольного предубеждения, и даже если оно существует, то мне все равно, что люди невольно думают, мне важно, что они делают. Так что если ты укажешь мне на российское поведение, если ты обоснованно укажешь мне на российское поведение, то я буду рад встать рядом с тобой и выступить против него, но я не могу выходить и протестовать против того, о чем люди, возможно, думают, потому что я не читаю мысли.